в каком режиме мы будем разбирать семинар первым технику будет давать илья именно технику которая хорошо подходит для джиу-джитсу для грэплинга мы ее отрабатываем следом технику будет давать илья напоминать ее и я буду ее дополнять преследования и мы снова это отрабатываем таким образом отработка любой техники у нас будет делиться на 2 блок мы посмотрим их в разных вариациях с разными нюансами сейчас знаете какой вариант есть то же самое я прохожу в ногу вот эта ваша тема уже пошла грэплинга джиу-джитсу я прохожу здесь я могу его просто сбить а можно сочетать вот просто за спину зайти за спину зайти и здесь уже продолжение еще разок быстро подложу ногу раз просить вот он сейчас покажет что отсюда окей давайте напомним такие базовые вещи пробуем про спины давайте я попробую вот хорошо окей что мы отсюда делаем проблема в контроле спины и в том чтобы атаковать черепашку часто бывает в средней линии да то есть если человек хорошо защищает эту зону вставить туда крюк просто запрыгнув ему на спину и заправив крюки бывает сложно кроме того на самом деле он оттуда может нас бить поэтому первое движение которое хочу сделать против этой позиции это небольшое выведение его из равновесия сейчас мы посмотрим начало начало сейчас мы начнем с этого что я делаю я упираю руку ему в трицепс и забираю таз и я подставляю ногу прямо к его уголю так чтобы моя нога была таким клином который мешает его ноге двигаться дальше важный момент как бы если мы берем черепашку из джиу-джитсу когда человек закрывается плотно стоит она очень устойчива по четырем направлениям вперед-назад влево и вправо и она крайне неустойчива по диагонали именно в диагональ в сторону его таза если провести так линию 45 градусов если провести два перпендикуляра к ним линию 45 градусов вы должны работать по ней я делаю сбив контролирую его трицепс и моя задача посадить его на бедро окей раз два и отсюда я ставлю вес на его среднюю линию так что моя рука сразу же закрыла для него возможность встать и поднять таз отсюда следующая вещь которая сразу же забираю это контроль его корпуса как работают мои руки наиболее важный момент здесь контроль его дальней руки то есть не сидел сидел это немножко такая позиция когда вы устали когда вы не хотите активно контролировать его конечности я именно забираю его дальнюю руку за как так чтобы мой палец перекрывал костяшки его пальцев выйти отсюда значительно тяжелее чем из друг любого другого контроля руки и второй момент я подбираю шею неважно вставил он подбородок или нет забираю руку так чтобы она шла вокруг его шеи и фиксирую подбородком закрываем голову как бы такое кольцо из руки и шеи то есть его голова должна быть между моей идущей рукой и моей головой окей и отсюда мое колено идет если особенно я особенно если он продолжает стоять на руке мое колено идет свободную зону здесь когда я уже положил его на свое бедро я начинаю выходить за спину каким образом я цепляю одной ногой крюк и сейчас я буду поднимать его на дальней ноге как бы накатывая на нее то есть это колено не просто нога которая здесь пассивно лежит от такой подъемный механизм одна нога тянет на второй ноге вы встаете отсюда закрываем позицию и давайте сделаем простой вариант удушке мы его очень подробно разбирали когда разбирали контроль спины уже фикс есть от материал сейчас разберем кратку самые мощные удушающие получается не когда вы сжимаете а когда вы создаете вращение и здесь когда моя голова закрывает возможность убрать голову я создаю мощное вращательное движение локом окей давайте еще раз всю цепочку действий покажешь сбив я покажу со спины проход чтобы это чётче выглядело прохожу 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 головой еще разочек прохожу может как вот вы, ребята, необходимые можно так делать прошел то есть работа головой наиболее важный момент головой он толкает я не могу там действительно стоять по ногам еще разок прошел сбил и дальше продолжение все нормально делаешь все вместе прошел прошел вот здесь вот прошел окей отсюда первым забрали прицепс забрали горень сделали небольшой отшаг в сторону дальней ногой избив сбила да отсюда поставили руку так чтобы он сразу же не встал не сделал выси да вот здесь локоть контролирует вот эту косточку его таза то есть вы мешаете подняться такой клим небольшой если здесь он пытается поднять таз это довольно тяжело потому что вы нагрузили его вес и вот эта нога ему тоже вставать не помогает далее моя рука идет за его шею не важно поставил он подбородок или нет если он ставит подбородок также она идет за него и вы ставите свою голову чтобы вот это все было таким активным чтобы все это так создал создал такое кольцо вокруг его шеи далее забираем руку колено трюк колено толкает а эта нога вытягивает на себя и отсюда закрываем полный треугольник окей и здесь мы создаем не сжимающее движение а именно мощное вращательное движение причем причем что здорово если человек ставит вам челюсть и вы как бы накрыли его голову окей это не важно вы все равно заставите его сдаться и прямо за плечо захватываешь да я цепляю рукой его за либо за трапецию либо за шею настолько насколько могу ли тянуться и что важно я накрываю эту конструкцию своей челюстью окей давайте попробуем мы ко всем подойдем поехали Субтитры создавал DimaTorzok воплощ jego